Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро всем тем, кто встречает новый день вместе с нами! Уж поверьте мне, старому прохиндею, для того, чтобы ваш день прошел весело, добро и, собственно говоря, хорошо, нужно соблюсти три простых условия. Первое – заварить крепкий кофе, второе – усесться в мягкий диван и третье – присоединиться к нашей компании. А мы вам обещаем обязательно поднять настроение и подарить вечное лето, которое здесь царит, в нашей студии. Этим летом мы готовы поделиться с вами. Нужно сказать, что для вас сегодня в прямом эфире работают Александр Ткачев и Салия Салямова. Мы вещаем сразу на двух телеканалах – Первый Крымский и Крым24. Ну и я думаю, что самое время уже рассказать о новостях. Итак, еще немного, еще чуть-чуть. Первый этап реконструкции на набережной Салгира подходит к своему завершению. Уже устанавливают фонари освещения. Для этого используются современные конструкции, которые не по силам даже вандалам. Ну а подробнее об этом расскажет Вероника Корнечук. Холодное цинкование, надежная покраска, антивандальное стекло. На еще одном участке набережной Салгира устанавливают линии освещения. Все работы проводятся строго по определенной технологии. Первое, с чего начинает специалист – пробуривать отверстия в местах установки столбов на уровне трех метров. А самая сложная часть – ровно выставить фонарный столб. Везде идет к лололуном, чтобы оно все просто было идеально. Ну и самое простое главное, чтобы было намертво. Дальше столбы засыпают щебнем и заливают бетоном. После установки со самих опор подходят наши литочники, которые потом, согласно технологиям, облицуют опору по максимуму, чтобы, во-первых, опять же был внешний вид, и опять же, чтобы она не болталась. Все фонари оборудованы светодиодами, которые светят ярче и при этом потребляют меньше электроэнергии. Участок от моста на улице Шмидта до Вечного огня уже полностью освещен. Еще сто фонарных столбов установят до 25 сентября. На этом участке набережная установка фонарей уже завершена. С наступлением темного времени суток они зажигаются и радуют симферопольцев, а также гостей столицы. Крымчане уже успели оценить новые преображения в городе. Очень красиво, да, как дочь сказала, похоже на самураи в шапочках охраняют нас. Сейчас можно пройти, приятно. Скамейчик еще не хватает пока, наверное, установят. А пройти очень приятно, потому что светло, ровная дорога. Скамейки на набережной установят немного позже. А сейчас завершают укладывать плитку, монтировать чугунные ограждения и красить бетонные плиты русла. Кроме того, рабочие выравнивают землю для травяного покрытия. На следующей неделе мы уже будем администрацией, будем инициировать создание рабочей комиссии, в ходе которой вытаскиваются все маленькие и очень маленькие замечания. У нас будет время спокойно это все до конца сентября устранить. Первая часть работы набережной Салгира выполнена на 96%. Работы завершат до 30 сентября. А второй этап реконструкции обещают закончить к 30 ноября. Виолетта Корнячук, Иван Евдокимов, Новости 24. Администрация Симферополя проведет опрос общественного мнения, связанный с переносом книжного рынка. Почти полсотни торговых ларьков заменят книжные стенды, выставленные на литературной аллее. Правда, пока с местом ее расположения не определились. Тему продолжит наш корреспондент Вероника Посековская. Дважды в неделю у Дворца культуры профсоюзов разворачиваются торговые ряды. На полках, в ярких обложках, книги на любой вкус. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Грибоедов. Помимо классической литературы, на этом рынке симферопольцы привыкли покупать и учебную. Именно учебные пособия больше 20 лет продает Ирина Анипченко. За это время появились и постоянные клиенты. Проблемы в переносе книжного рынка на другое место не видит. Главное, чтобы было где разложить учебники. Была и бегущая строка, чтобы это была литературная аллея. Заказали даже нам уже металлические конструкции, которые будут и оформлены. Так что я думаю, что все должно решиться. Мы очень на это надеемся. Нас тут не так много осталось. 48 палаток. За палатками начинается дорожка не из новых книг, а бывших в употреблении. Среди этих стопок может попасться настоящий раритет. Это подтверждает букинист Елена Никулина. Каждый год она специально приезжает из Москвы в поисках интересных книг. У меня очень большая библиотека и очень много отсюда. Потому что здесь и исторические, и философские книги. Классика русская, зарубежная. Справочники всякие. И потом здесь люди, которые могут посоветовать. Они все это знают. Вопрос переноса книжного рынка возник еще в 2017 году. Но что тогда, что сейчас, вариантов нового места несколько. Площадь у кинотеатра «Космос» или одна из улиц района Московского кольца. У администрации города была идея перенести торговые ряды на это место, улицу Киевскую, и создать книжную аллею. Но местные жители выступили против. Основная причина, из-за которой жильцы выразили свое несогласие, мусор, который торговцы оставляют после себя. Но в администрации Симферополя уверяют, такого не будет. Перенос книжного рынка, наоборот, предполагает благоустройство территории. Сегодня возле Дома культуры и профсоюзов продают все, что хотят. А мы говорим о книжных аллеях. Вот когда книжные аллеи были бы созданы с обустройством скамеек, зоны отдыха, разворотного кольца для всего транспорта, который сегодня ездит внутри дворов на Московском кольце. Также в администрации сообщили, что книжный рынок останется на старом месте до того момента, пока не найдут новую площадку. Вероника Пасековская, Олег Черемисин, Новости 24. Дарим фигуру мечты и зажигаем звезды. Телерадиокомпания «Крым» открывает новый сезон. Акулы-пера и микрофона подготовили десятки проектов, поменяли локации и студии. Станут ли интереснее программы и чем удивят авторы, узнавала Анна Нечуговская. И речь идет не о бархатном сезоне. Новые джинглы, заставки и, конечно, программы услышат те, кто находится на волнах «Радио море». Поменялось все от логотипа до контента. Буквально там три рубрики, они остались в том числе и в новом сезоне. А так, ну вот, 20 проектов, из которых 17 это новые. По-новому зазвучало и «Радио Крым». Изменилось музыкальное направление. Теперь рок звучит на частоте 101 фм. Перемены ждут и информационное наполнение эфира. У нас каждый вечер теперь ток-шоу определенной тематики выходит. В понедельник все желающие узнают ответы на вопросы о здоровье. Во вторник – о психологии, в среду – о религии. В четверг узнают, как воспитывать детей. Ну а в пятницу подискутируют о политических темах в нашем топовом политическом ток-шоу, которое запустится буквально в эту пятницу. Маракасы, пальмы и попугаи. Программа «Утро нового дня» на телеканалах «Крым-24» и «Первый крымский» не устает удивлять зрителей. Ведущие решили, что лето на полуострове не заканчивается. Сегодня наши декорации – это прекрасные тропические растения, фикусы, монстеры. В общем, все то, что вызывает лично у меня огромное восхищение. Новый сезон, новая локация. Наши коллеги будут зрители из зеленого сердца ведущего вуза полуострова. Не только меняемся сами, готовы помочь и зрителям. 12 счастливчиков под пристальным наблюдением профессиональных тренеров получат идеальное тело. Проект «Акулья Сушка» уже стартовал на Первом Крымском. Победитель трехмесячного шоу заберет 50 тысяч рублей. Но главный пресс здесь – атлетическая фигура и восторженные взгляды окружающих. Уже раскрепостились, уже почувствовали себя телезвездами. И я думаю, это их еще даже больше мотивирует, потому что на них будут смотреть друзья, близкие, родственники. Вы увидите эмоции, увидите преодоление преград, увидите первые ссоры, увидите первые радости. Первый Крымский начинает зажигать звезды. Больше 200 детей со всего полуострова прошли кастинг в шоу «Таланты». Это один из самых масштабных проектов нового сезона. Старт запланирован на октябрь. Талантливых очень много. И поющих, и танцующих, и жонглирующих, и висящих под куполом цирка. У нас был специальный отдельный вообще кастинг. Мы проводили это в цирке, в цирке имени Тезикова. Деревята приехали, показывают, ну, мягко говоря, чудеса вообще внеземные. 100% региональное телевидение меняется. Мы берем новые высоты, мы делаем то, чего раньше никогда не делали здесь, на Крымском телевидении. Вот детское талантшоу, это считается очень сложным проектом организационным. И мы на него замахнулись. Все новые проекты и не перечислишь. Прокатят на мотоцикле и покажут достопримечательности Крыма. Познакомят с народами полуострова и расскажут все о классической музыке. Главное, чтобы у коллектива было желание их создавать. За всеми этими новыми проектами стоит колоссальный труд, да, будем говорить, всей команды. А это почти 400 человек, да, это начиная от водителей, заканчивая нашими прекрасными режиссерами. Большие перемены ждут и телеканал Крым-24. Новое оформление и еще больше новостей. Филиалы открываются в разных городах полуострова. Первыми стали Евпатория и Керчь. В планах открытие филиалов в Армянске, в Феодосии, в Ялте. И мы очень хотим зайти в Севастополь. Планы амбициозные, но и мы амбициозные, не стоим на месте. Новостную ленту теперь займут не только города Крыма и России. Корреспонденты рассказывают о последних событиях в мире. Выходит проект «Планета-24». Чтобы быть первыми, самые важные новости будут транслировать в прямом эфире. Сегодня это, например, международный саммит лидеров России, Турции и Ирана по поводу сирийской проблемы и некоторых других серьезных проблем на Ближнем Востоке. Проект перспективный, хороший. Будем надеяться, он понравится нашим зрителям. Корреспонденты выскажут и свое мнение о самых резонансных заявлениях и последних событиях. Телеганал «Крым-24» обновляется для своих зрителей. Чтобы вы не пропустили самую важную и актуальную информацию, поменялось время эфира основного получасового выпуска. Теперь он выходит в 20.00. Анна Нечуговская, Александр Смычек и Антон Лукьяненко. Новости 24. Дорогие друзья, еще раз хочется подчеркнуть ту атмосферу, в которой мы находимся. Как я уже сказал в предыдущем сюжете, вокруг нас цикосы, пальмы и монстеры. Вообще хочется сказать, что находясь здесь, мне кажется, как будто бы я действительно нахожусь где-то в джунглях, далеко от Крыма. Здесь вечно зеленое лето. И только эта мебель меня возвращает к реальности. говорит, что нет, я недалеко от цивилизации, нахожусь в центре Симферополя. И поэтому хочется поблагодарить компанию «Фавилла», которая предоставила нам эту мебель. Ну и, конечно же, Академию архитектуры и градостроительства, где мы, собственно, и располагаемся в Зимнем саду. Ну, надо сказать, что сегодня выпуск будет очень насыщенный. Много материалов подготовили наши журналисты. И давайте посмотрим небольшой дайджест, чего же сегодня ожидать от нас. Гнев разрушает жизнь. Как справиться с негативными эмоциями и сохранить самообладание даже в самой неприятной ситуации. Полуфинал детского Евровидения. Крымчанка София Кирсенко в числе лучших. Одиннадцатилетняя певица делится секретами музыкального успеха. Голуби находят путь в родной дом за тысячи километров. Как птицы изучают карту местности и запоминают маршрут. Об удивительных астрономических открытиях, совершенных в этот день и самых актуальных новостях всемирной паутины. Европейские игры. Как крымчане обмениваются опытом с иностранными партнерами в Варшаве на ежегодной конференции по правам человека и демократии. 412 километров по Крыму на полуострове стартовала международная факельная эстафета. Об этом и многом другом в эфире «Утро нового дня». Ну а сейчас хотелось бы предложить вам посмотреть очередную новость, которая стала достоянием соцсетей. Стоит отметить, что это тоже произошло в крымской столице. Как раз-таки возле набережной, которая сейчас проходит этап реконструкции, там, как выяснилось, не совсем надежно закреплены чугунные детали, именно ограждения, это показывает следующее видео, ребенок смог даже одно из этих ограждений поднять. И, кстати, сразу же соцсети разразились комментариями, где стали писать о том, что уж слишком ребенок силач оказался, видимо, или действительно стали призывать ремонтников срочно приварите. Автор просто подал дурной пример, и все могут этому последовать. Но стоит отметить, что руководитель фирмы «Подрядчика» сказал, что уже посмотрел видео, и, конечно же, в ближайшее время это постараются исправить. Оказывается, не все так гладко на набережной Салгир. Хотя, конечно, нужно сказать, что, в принципе, конструкция проводится по всем правилам, и все недочеты будут устранены. Напоминаю, что в социальных сетях действуют специальные группы, куда можно написать свою жалобу, замечания, предложения о помощи в конце-то концов. Есть и такие, кстати говоря, люди, которые предлагают свои услуги, помощи. И если у вас есть какие-то замечания, пожалуйста, туда их обязательно указывайте. Но вот у некоторых все-таки людей вот такие вот мелкие недочеты, которые легко устранимы при всем при том, вызывают гнев. Да, и, кстати, этим гневом люди, можно сказать, пытаются поделиться с другими. Поделиться, конечно же, в кавычках. Назвать это правильным решением, конечно же, нельзя. Гнев нужно бороть, его нужно убирать из своей души, потому что душа от этого только портится и хернеет. А вот как это делать, давайте узнаем из следующего сюжета. Иногда кажется, что все вокруг против тебя. И малейшая искра может спровоцировать пожар планетарных масштабов. Самое главное — не потерять самообладание, не сорваться на крик и не устроить скандал. Мы живем в таком мире, когда порой хочется дать волю чувствам, выплеснуть все эмоции наружу. Но именно эти действия показывают вас не с лучшей стороны и могут навредить вам и вашей карьере. Бывает такое, что день не сдался с самого начала. Не завелась машина, сломался рабочий компьютер, проигнорировал коллега. И вот вы уже в шаге от потери самоконтроля. А через секунду готовы крушить все и всех, кто попался под руку. В порыве гнева можно навредить не только себе и окружающим, но еще совершить те действия, о которых можно жалеть всю жизнь. Поэтому прежде чем совершать какую-то агрессию, нужно вздохнуть и посчитать до 10. Но порой и это малоэффективно. Наверняка существуют еще и другие решения, способные восстановить психическое спокойствие и избежать стрессовых ситуаций. Интересно, что делают люди в таких случаях? Съесть шоколадку, выпить кофеечек, подышать воздухом и успокоиться. Пытаюсь отвернуться, уйти, ничего не предпринимать. Эмоции для дела, во-первых, всегда вредны. Во-вторых, эмоции бывают разные, в общем-то, некоторые люди переходят в грань культурного поведения. Глубокий вдох и потом выдох. Варианты неплохие, но не всегда работают. Порой эмоции зашкаливают. Вспышка гнева молниеносно берет мозг под свой контроль и остановиться уже невозможно. Если ситуация повторяется, тут стоит все же обратиться к специалистам. В первую очередь я предлагаю себе признаться в том, что вы на самом деле испытываете. Может, вы гнев путаете с голодом элементарно, да, или с болью, или с какой-то другой нуждой. И если вы поймете, что тут, может быть, лучше таблеточку принять от головы или выпить чашечку кофе, то у вас все резко пройдет. Вот, другое дело. Перекусить, и все пройдет. Наверное. Но как тогда быть в случаях, когда плохое самочувствие и голод не причина гнева? Случаются моменты, когда необходимо доказать свою правоту, а это спокойным голосом сделать не получится. Задавайте уточняющие вопросы. А чего человек хочет? Какой цели он преследует? Откуда взял свои выводы, если вы готовы их оспорить, и вы считаете себя полностью правым? Я считаю, что вообще далеко не всегда надо давить гнев, потому что гнев возникает, когда нарушаются границы ваши. И как это я должна... Зачем мне терпеть? Я должна научиться их отстаивать, отстаивать их здраво. Но, возможно, со временем избежать этих приступов гнева поможет профилактик. Занятие спортом, рыбалка и просто любимое хобби. Укрепляет нервы, восстанавливает душевное равновесие. На крайний случай можно попить успокоительное, как вариант научиться медитировать. А еще лучше спросить себя, чего я хочу добиться. Не унизить кого-то, а прийти к конструктиву. Отработать хорошо день, заработать премию и уйти домой в хорошем настроении. Вот истинная цель. Александр Кононов, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Саленька, а как ты борешься с гневом? Я знаю, что ты довольно гневливый человек. Я хотела этот вопрос адресовать тебе, Саша. Расскажи лучше ты. Ты знаешь, должен сказать, что есть за мной один грешок. Как только я начинаю злыться, надо съесть что-нибудь вкусненькое. И как только я съедаю что-нибудь вкусненькое, я сразу становлюсь добрый, покладистый, мягкий. То есть это такой голодный гнев у тебя? Нет, кстати, есть еще один вариант, еще один выход. Общение с животными тоже ужасно помогает, если так можно выразиться. Вот погладишь собаку, погладишь котика, и сразу на душе становится светло, и все проблемы отступают. Так как ты борешься? Ты знаешь, точно такие же методы работают и со мной. А как ты относишься к попугаям? Отлично отношусь. И особенно к нашим попугаям, которые уже, можно сказать, стали символами нашего. Как родные. Кстати говоря, дорогие друзья, мы вчера с Алией очень долго на эту тему общались. И предварительно, скажем так, дали двум этим прекрасным птицам имена. Вот этого синенького зовут Авесолом, а вот зелененький это Агамемнон. Но, дорогие друзья, если у вас есть какие-то идеи, как можно назвать этих прекрасных птиц, давайте пишите нам в социальных сетях. Мы обязательно, наверное, выберем самое оригинальное и красивое имя. Да, я вас очень прошу, призываю, присылайте, предлагайте свои имена, чтобы они были попроще. Потому что то, как Саша предложил назвать, к сожалению, боюсь, что я запомню не сразу. Ничего страшного. Ты прекрасно запоминаешь, у тебя блестящая память, потому что ты знаешь как никто другой, какая рубрика будет следующей. Конечно же. И, вы знаете, хотелось бы отметить, что сейчас синоптики предупреждают, ты уже, наверное, понял, о чем я говорю, предупреждают о грядущем осеннем похолодании. То есть осень, наконец-то, даст о себе знать. И это будет уже завтра. К сожалению. Солбики термометров опустятся до 16 и 20 градусов днем, а ночью до плюс 4, и даже ожидаются дожди. Но продлиться это недолго. Уже 23 и 24 тепло вновь вернется на полуостров. Но, в принципе, я предлагаю посмотреть о том, какая же погода будет сегодня. КОНЕЦ 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 Ну что же, предлагаю дополнительно озвучить температурные показатели сегодня. Итак, в Симферополе, а напоминаю, сегодня 17 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 9 градусов, а днем до 25. В Севастополе переменная облачность. Сегодня тоже осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 24 градусов. На южном берегу Крыма переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный. Температура ночью в 18, а днем 27 тепла. В городе Герои Керчи там тоже сегодня переменная облачность. К счастью, дождей не ожидается. А днем воздух прогреется до 27 градусов максимум. Дорогие друзья, напоминаем, что штормовое предупреждение объявлено по всей территории Крыма с 16 по 20 сентября. И при всем при этом сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Да, но мне кажется, самое время сейчас нам перейти на улицы Симферополя, где находится наш мобильный корреспондент. И, конечно же, узнать, что интересного ему удалось к этому часу, может быть, раздобыть, разузнать. Стефан, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро всем, кто присоединился к нашему эфиру, кто встречает это замечательное утро вместе с нами. И должен первым делом обратить ваше внимание, что погода сегодня уже действительно осенняя, сентябрьская. Буквально полчаса назад изо рта еще шел пар. Сейчас его уже нет. И потихонечку все-таки солнце выходит. Температура прогревается. Уже сейчас, несмотря на такое раннее утро, на улице уже порядка 16 градусов. Правда, не знаю, радоваться этому или нет по сравнению с той погодой, которая была вот еще относительно недавно, летом. В течение дня сегодня температура прогреется до 25 градусов. То есть днем еще у нас будет достаточно жарко. Сразу должен вам сказать, что зонты можете сегодня не брать. Сегодня они вам не понадобятся. И в Симферополе. Да и в общем, по Крыму сегодня обещают день без осадков. Дождя не будет. Что интересно, за последние 130 лет самым жарким этот день был в 1986-м. Тогда было настоящее лето в сентябре. Потому что был 31 градус. Только представьте, можно было наверняка еще даже пойти на море позагорать. Естественно, если это был не рабочий, не учебный, а выходной день. Ну а самым холодным за последние 130 лет, напомним, этот день был в 1952-м. Тогда было 0 градусов. Представьте себе, 0 градусов. Еще чуть-чуть и минус в сентябре. Такого я, по крайней мере, не помню. Как мы понимаем с вами, погода Крыма действительно любит нас удивлять своим разнообразием, своей прихотливостью. Поэтому, чего от нее ожидать, заранее сказать трудно. Тем не менее, напомню, сегодня всех нас ждет очень теплый, хороший день. Всем я желаю провести его бодро, результативно, продуктивно. И оставайтесь с утром нового дня. На этом мое включение подходит к концу. Дальше я выйду на связь еще не раз. Мне еще есть очень много, о чем вам сегодня рассказать. Коллеги, передаю вам слово. Саленька, ты знаешь, какое сейчас самое главное мероприятие проходит, наверное, в Европе? Я знаю и поспешу огласить. Это, конечно же, совещание Организации по безопасности и сотрудничеству, посвященное выражению мнений, а также свободе СМИ и информации, где и сейчас находятся, кстати, наши крымские журналисты, в том числе корреспондент телеканала Крым-24 Александр Макарик. Мы всячески следим за его там нахождением, пребыванием и, конечно же, за выступлением наших коллег. Но хотелось бы сегодня на эту тему более подробно поговорить. Тем более у нас в гостях Анжелика Лучинкина, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета, доктор психологических наук, доцент и член общественной палаты, которая лично тоже была на месте наших корреспондентов, наших коллег и знает, как обычно это там происходит. Доброе утро. Насколько мы знаем, вы были на этой ассамблее в прошлом году. Так. Расскажите, пожалуйста, как это проходит, что там интересного было? Дает ли там нашим корреспондентам выступить? Вы понимаете, вот что происходит? Ну, происходит на самом деле обычная конференция, совещание, когда большое количество представителей разных стран, вот в прошлом году было 145 представителей различных стран мира, присутствовали на этой конференции, хотят донести в разные дни конференции, согласно тематическим этим дням, хотят донести какую-то информацию мировому сообществу. В отношении крымских выступающих, вот я лично тот выступающий, когда слова не давали и старались всеми силами блокировать мое выступление. Ну, да, почему-то Крым не хотят слышать, а если хотят слышать, то только вот вопрос, что в Крыму плохо, и как не нас, а другую сторону. Вот это действительно вызывает вопрос, почему? Почему у мирового сообщества, у ЕС такое туннельное восприятие тех событий, которые происходят в Крыму? То есть мы будем слушать украинскую сторону, ни в коем случае не будем слушать народных дипломатов, которые приезжают в Крым, которые, простите, на сегодняшний день уже пишут книги о событиях в Крыму, мы не будем слушать крымчан, мы не будем смотреть за тем, какие изменения позитивные в Крыму идут, и упаси Господи, чтобы мы сравнивали, что было до 2014 года в Крыму с тем, что стало после 2014 года в Крыму, потому что это невыгодно. Вот, в принципе, для меня это была площадка, где можно было попробовать донести свою точку зрения, но мне это удалось в результате. Каким образом? Если в первую половину... Потому что вчера ситуация повторилась. Нашим корреспондентам тоже не давали, тоже мешали им. В частности, украинская делегация. Ну, в основном украинская делегация. Вот прошлый год, из моего опыта, в основном были против украинской и канадской делегации. Все остальные к этому отнеслись. Ну да, ну есть, ну пусть говорит. В общем-то большого сопротивления не было. МИД Украины выступил категорически против. Мы особенно, когда услышали, что это общественная палата республики Крым, потому что для них это вообще непонятно. Какая общественная палата, какой это может быть орган. И это подконтрольная Кремлю общественная палата. То есть вот такие вот моменты, когда действительно нас слышать боятся. А как вам удалось все-таки выступить? Услышали ли вас? С боем прорвались к трибуне? Да, причем дважды получается, да? Даже трижды. Потому что первое утром, когда мы записались на выступление, все было нормально. Но когда я подошла к микрофону, сразу протест заявила украинская делегация. И на этом мое выступление практически завершилось. А потом была сессия, которую проводил МИД Российской Федерации. Мы участвовали в этой сессии. Туда пришли наши украинские коллеги. И я выступала. Они задавали вопросы. В принципе, достаточно жаркая была сессия. Но где-то они скептически отнеслись к тому, что мы говорим. Где-то, я же не одна была в составе крымской делегации. Где-то они позадавали вопросы и пытались чем-то уличить. Но когда не получилось, встали и ушли. То есть вопросы были изначально каверзные? Да. Вопросы были... Ну, мы же все понимаем, что ребята работают на прессу. Ребята работали на то, чтобы показать, или идти в Крыму, вот оно не так. И вдруг получится. Не получилось. Следующий этап, когда МИД Российской Федерации отправил протест по поводу того, что делегатам не дают выступить. И я должна сказать, разумное решение принимает председательствующий. Мне дают слово. И я, в общем-то, выступила перед гостями и участниками конференции и говорила о тех событиях, которые происходят в Крыму. Не могу сказать, что и в этот момент не было протеста украинской делегации. Был протест, и они начали протестовать. И опять при поддержке Канады. Но председательствующий их остановил. Слово мне дали. Я выступила. В момент моего выступления украинская делегация дружно снялась с места и ушла. Ну, мне кажется, это их проблема. Безусловно, но здесь ситуация же другая. То есть над уход украинской делегации, я ведь тоже смотрела, как реагируют участники. В общем-то, большого внимания никто не обратил. То есть, кроме как в украинской прессе, в других СМИ не появилось описание того, как они встали и дружно протестовали и ушли все вместе, потому что выступают крымчане. Исключительно потому, что, в общем-то, и миру пора давно слышать крымчан о том, что происходит в самом Крыму. Это же неправильно, когда о нас рассказывает кто-то, а крымчане допускают на такие площадки. Джека Леонидович, а скажите, пожалуйста, вот там активно обсуждается тема свободы слова и тема прав человека. Не является ли вот такое поведение прямым нарушением, собственно говоря, этих прав человека? А вы знаете, я даже в прошлом году об этом говорила. Я думаю, наши делегаты тоже будут в этом году об этом говорить и прорвутся, и будут говорить, дети будут выступать, потому что права человека безусловно нарушаются. Мы говорим о свободе слова, но вот обратите внимание, то есть свобода слова, я уже до этого сказала, есть такое туннельное восприятие. Ну, можно говорить, допустим, на европейские СМИ, что в Крыму все плохо и упаси в Господи сказать, что в Крыму есть позитивные изменения. Кто же будет говорить о том, что, ну, хотя европейские СМИ об этом пишут. Украинская сторона, вы же помните вот ситуацию с Крымским мостом, это был фейк, он сейчас развалится, или завтра развалится, или послезавтра, а его все построят, будет вообще все плохо. То есть при этом процессы, которые идут в Украине, Крым на самом деле волнует гораздо меньше. Потому что, ну, идут и идут, ну, рядом соседствующая страна, ну, какая нам разница, что там идет в Украине? Вот здесь очень, я думаю, что вот здесь уже нарушается свобода слова, нам не дают выступить на других площадках. И второе, вот о чем мы говорим, и я думаю, что будем тоже говорить, помимо свободы слова, здесь же у нас и ограничение свободы передвижения. Мы же не говорим о том, что есть еще проблемы с визами. В прошлом году, так как мы добирались делегацией в Варшаву, это просто анекдотическая ситуация. Прибалтийский борт нас не взял. И мы, ну, провели приличное время в аэропорту Шереметьево, пока решился этот вопрос, и мы улетели другим самолетом, а вот билет у нас был на Рижский борт, Рижский борт нас не взял. То есть им наша виза не подошла, им наш Крым не подошел. Ну, вот такая ситуация была. То есть опять, почему? Почему это происходит? С чем это связано? Мне кажется, это связано с тем, что мы по-разному понимаем, что такое свобода слова. Если мы понимаем это, что мы можем говорить, понимают, там понимают совершенно по-другому, что говорить не могут. Могут только слышать их. Вот я думаю, что в этом и есть отличие. Но, к сожалению, очень мало времени у нас. Вы знаете, поднимают вопросы, да, поднимают вопросы по свободе слова и другие страны. Но вот Крым слышать действительно боятся. Джекалинишна, прошу прощения, время, к сожалению, закончилось. Буквально 10 секунд. Прошу вас обратиться к нашим делегатам с какими-то напутственными словами, пожелать им что-нибудь. Во-первых, удачи, успеха. За вами Крым, за вами Россия. Отлично. Спасибо большое. Очень хорошие слова. Спасибо. Я напомню, у нас сегодня в гостях Анжелика Лучинкина, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета, доктор психологических наук, доцент и член общественной палаты. Мы вас благодарим за то, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо. Мы двигаемся далее. Надо сказать, что крымчанам не впервые покорять сердца европейцев своим искусством. И следующий сюжет о той девочке, которая своим пением покорила страны Европы. Текст, музыка и клип. Все за полтора месяца. София Кирсенко сделала почти невозможное. В короткие сроки подготовила работу для конкурса и подала заявку на участие в отборе. Я принимала участие в полуфинале Десского Евровидения 2019. Пела там свою авторскую песню. Потом я принимала участие в конкурсе «Земля талантов». И там прошла финал. И скоро поеду в Москву участвовать там и петь песню свою. Из тысячи желающих по всей России выбрали именно ее. 11-летняя София в списке 37 лучших. Чтобы добиться такого результата, пришлось найти опытных и чутких профессионалов, которые помогли реализовать идею. Я просто слышала ее историю, как она занималась пикурным катанием, что она очень хотела петь параллельно, когда вот занималась. И ее тяга к музыке, желание петь, раскрыться в этом направлении, оно повлияло на то, что она ушла из спорта и стала петь. То есть это у меня стало основой текста, который вот в последующем сняли. Написала музыку Елена и сняли клип. Сложно поверить, что изначально София выбрала спорт. Три с половиной года занималась фигурным катанием. Мама девочки ее поддерживала, но видела, как дочь находит отдушину в другом. Первые ноты, просмотры музыкальных передач «Мечты стать певицей». Она этим живет, она всей душой в музыке. Поэтому я рада, что наконец-то мы услышали своего ребенка, потому что она с двух лет на вокал просилась. Но слава богу, что с девяти лет мы наконец-то ее услышали. И она занимается любимым делом. Поэтому важно для каждого родителя услышать своего ребенка, что он хочет и чем он хочет заниматься. Выбрать занятие – полдела. Голос, мимика, эмоции, часы, дни и даже годы тренировок. А чтобы не бросить начатое на полпути, нужен волевой характер. Конечно, трудолюбие, без которого ни один талант не может так расцвести, как этого хотелось. Потому что много талантливых детей в разном. А она трудится, трудоголик отдать должное. Поэтому и есть результат. Звонкий голос и множество амбиций – еще не все, что есть у юной певицы. Поддержка одноклассников, теплые отношения с близкими и наставления педагогов. Свободного времени у Софии мало, так что зря она его не теряет. Любовь к музыке – не единственное увлечение Софии. Моделинг, танцевальные кружки и даже три с половиной года катания на коньках. У меня в руках около 40 дипломов девочки. Основная часть, конечно, за музыкальные заслуги. Но среди них оказался из-за обучения в школе телевидения. София и дальше планирует развиваться в музыке и творчестве. Несмотря на то, что в этом году девочка не прошла в финал детского Евровидения, планирует принимать в конкурсе участие до тех пор, пока не добьется желаемого результата. Ирина Борилюк, Максим Турчев. Утро нового дня. Ну а сейчас у меня будет новость для настоящих спортсменов, которые, к тому же, любят или даже обожают компьютерные игры. 5 и 6 октября состоится чемпионат по киберфутболу. Саша, представляешь, даже такое существует. И 64 игрока будут сражаться между собой за звание лучшего футболиста на компьютерных играх. В общем, за этим событием могут следить абсолютно все желающие. Для этого достаточно будет зарегистрироваться на сайте. Но, кстати, организаторы предупреждают, что количество мест ограничено. То есть будет всего 100 билетов. Я не знаю, как это будет проходить. Кстати, билеты бесплатные. Вот. И я думаю, что это можно будет смотреть на сайте и как раз наблюдать за играми этих киберспортсменов, киберфутболистов. В общем, что-то невероятное. Честно говоря, даже сложно представить себе, как это все происходит. Но, в общем, 5 и 6 октября возьмите себе на заметку. Если вы тоже являетесь поклонником этого спорта, вы можете присоединиться к этим ребятам. Ну а прямо сейчас мы предлагаем обратиться к новостям всемирной сети о том, о чем там говорят, что будоражит наших вообще россиян и вообще, наверное, жителей планеты. Вот так нужно привлекать к себе внимание. Начинающий акробат устроил в своей деревне уличное представление. Удерживать равновесие в таком положении – талант. Зрители уверены, что на обучение этому сложному элементу ушла не одна неделя. Система автопарковки есть не только у автомобилей. Одна известная компания выпустила офисные стулья, которые самостоятельно задвигают себя под стол. Большой пользы они, конечно, не принесут, но на видео ожившая мебель выглядит удивительно. Молодые девушки рассмешили пользователей сети. Все дело в пернатом друге, который показывал настоящие бразильские танцы. С таким успехом скоро можно будет открывать собственную хореографическую студию. Продавать мороженое – это настоящее искусство. В Турции мужчина не только угощает покупателей сладким десертом, но и устраивает целое шоу. Ловкость рук и никакого мошенничества – вот залог успеха. В дождливую погоду сломались дворники на автомобиле – не проблема. Что только не придумаешь ради поездки на выходные. Тем более, что на заднем сидении есть помощницы. Этот парень точно не оставит равнодушной ни одну девушку. Подготовился очень серьезно. И романтический ужин организовал, и розу подарил. А вот место для свидания, видимо, большой роли не играет. Прогуливаясь по улицам Японии, можно увидеть вот такую необычную телефонную будку, в которой удобно разместились золотые рыбки. Оригинальный арт-проект украшает улицы города, чем поднимает настроение прохожим. Интернет – это тоже немножко колдовство. Я предлагаю этим колдовством воспользоваться и прямо сейчас подключиться к нашему мобильному корреспонденту, который находится на улице Симферополя. Стефан, доброе утро. Рассказывай на духу, как все есть. Доброе утро, коллеги. С добрым утром всех, кто присоединился к нашему эфиру, кто встречает это утро вместе с нами. И первым делом хочу обратить ваше внимание на то, что по данным социологических опросов, самые действенные способы для того, чтобы встретить утро действительно бодро и активно – это занятие спортом. Уже на втором месте прослушивание громкой музыки, но все-таки я хочу остановиться на спорте, на нем и остановлюсь. Сейчас нахожусь в центральной части города, в районе цирка Тезикова. И здесь я, знаете, чем занимаюсь? Конечно же, не знаете, я еще не говорил. Здесь я ищу турники, потому что я хочу также начать свое утро бодро. Пока еще не нашел, но уверен, сейчас, может быть, поспрашиваю горожан, и они мне подскажут. Кстати, о спорте. Следующая будет новость, интересно, конкретно для спортсменов, потому что уже в это воскресенье, 22 сентября, в Евпатории состоится небывалое мероприятие. Небывалое по масштабам, потому что такого в Евпатории не было. В Крым добрался марафон, который проводится ежегодно в России. В Крыму его, напомню, еще не было. Так вот, марафон этот состоится в Крыму в 2020 году, а пока что начинаются пробные пробеги. И вот такой пробный пробег, как я уже говорил, состоится 22 сентября, в это воскресенье в Евпатории. Там спортсмены, кстати, к приглашаются все желающие и будут опробовать трассу, которую специально подготовили для мероприятия, которое состоится уже через год. Так вот, среди людей, среди спортсменов местных это вызвало, конечно же, огромный резонанс. Люди собираются массово, поэтому если вы не знаете, чем занять свои выходные, настоятельно вам рекомендую провести их с пользой, с пользой для тела, для духа. И новости спорта на этом не заканчиваются, правда. Следующая новость будет немножечко изрядовом выбивающейся, потому что речь пойдет о киберспорте. Также впервые в Крыму состоятся соревнования по видеоиграм, а конкретно люди, участники, будут играть в футбол, в компьютерную игру. К участию приглашаются 64 человека, вернее, из всех желающих выберут наилучших 64 человека. Они будут бороться между собой, борьба обещает быть жаркой. И, конечно же, за первые, за призовые места предусмотрены призы. Более подробно всю информацию вы можете найти в интернете, сейчас во всех социальных сетях и на многих других ресурсах эта информация постится. Скажу лишь, что соревнования пройдут с 5 по 6 октября. Уже совсем скоро, тем не менее, время на подготовку у вас еще есть. Ну, а на этом мое включение подходит к концу. Я пока что продолжу искать турники, потому что утро должно быть бодрым обязательно, чего я вам и желаю. Увидимся скоро. Студия передает вам слово. Я предлагаю пойти к следующему гостю, который уже здесь. Действительно, я тоже предлагаю поговорить на такую важную тему. Это, конечно же, касается экологии и касается она Крыма. У нас в гостях Юлия Боварева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым. Доброе утро, Юлия Владимировна. Доброе утро. А будем мы с вами говорить сегодня о национальном проекте «Чистая страна». Хотелось, чтобы вы нас больше погрузили в эту тему, сказали, что именно подразумевается под этим проектом? Ну, с целью выполнения указа президента, так называемых майских указов, у нас в Крыму создан региональный проект в рамках национального проекта «Экология. Чистая страна». В рамках этого проекта подразумевается рекультивация двух полигонов, уже закрытых в Крыму. Это в городе Судак и в городе Белогорск. Позвольте уточнить, что такое рекультивация? То есть был полигон, там лежали горы мусора, что с ними сделали? Смотрите, рекультивация полигона помогает нам... Для чего делается рекультивация? К сожалению, у нас в Крыму есть закрытые полигоны, да, это старые свалки, возможно, стихийные, возможно, это санкционированные полигоны были. Она помогает нам избежать экологически негативного воздействия на экологию и также улучшить экономический эффект от этих земельных участков, получить какой-то экономический эффект. Рекультивация бывает разная, но в данном случае, вот в нашем случае в Крыму, это будет биологическая рекультивация, то есть она подразумевает с тобой технический этап и биологический этап. Технический этап заключается в создании защитного экрана над свалкой, над телом полигона, который поможет избежать попадания осадков и, соответственно, образования фильтрата, который может негативно воздействовать на почву, создание экрана, затем создается дренажная система, куда ливневые источные воды попадают и отводятся, минуя самих отходов ТКО. И затем создается система дегазации в случае необходимости, если в свалке во время брожения органических отходов были образованы свалочные газы, то есть перед тем, как вообще приступать к рекультивации, специалисты определяют объемы накопления свалочного газа, класс опасности отходов, степень их негативного воздействия на окружающую среду и в зависимости от этого уже, конечно, многое зависит сам процесс рекультивации. В дальнейшем, когда технические этапы рекультивации выполнены, то есть построенный кран, сделана дренажная система, сделана система дегазации, это все засыпается плодородным слоем почвы, высаживаются кустарниковые либо древесные растения, либо даже газонная трава. И эти участки используются уже либо как лесопарковые участки, как рекреационные зоны. В дальнейшем, в зависимости от класса опасности отходов и степени их негативного воздействия на окружающую природную среду, там могут даже строить жилые микрорайоны. То есть через 10 лет, если это был пятый класс опасности, через 15, если четвертый и так далее. То есть это все просчитывается и, в принципе, мы получаем участок, пригодный для использования. Я так понимаю, что с помощью рекультивации сводятся практически к нулю вот эти все риски, что свалка может загореться, может взорваться, да, или там еще какие-то... Совершенно верно. Мы полностью уходим от негативного воздействия на окружающую природную среду. С помощью системы дегазации мы полностью избегаем возможности взрыва, возможности неприятного запаха и так далее. То есть совершенно верно, рекультивация помогает нам полностью вернуть первозданный, можно сказать, первозданный вид, по крайней мере, по отношению, может быть, к окружающей среде. Юлия Владимировна, то есть получается, что согласно национальному проекту у нас вот эти две старые заброшенные свалки будут полностью рекультивированы? Да, эти свалки будут полностью рекультивированы. Почему выбраны именно они? Дело в том, что, конечно, в Крыму не только проблема в этих двух городах, не только проблема в этих двух свалках, но тут что можно сказать? Очень жесткие критерии отбора в соответствии с паспортом проекта «Чистая страна», очень жесткие критерии отбора. То есть мы отбирали свалки, которые расположены не просто в границах населенного пункта, а которые расположены в границах города даже. Понятно, что таких свалок, имеющих пакет документов о закрытии полигона и так далее, в Крыму удалось найти только две. Но это не значит, что остальные свалки в Крыму останутся без внимания правительства, без внимания Министерства экологии Республики Крым. У нас также пять полигонов в Крыму предусмотрено. Их рекультивация в настоящее время ведется предусмотрена федеральной целевой программой. Ну, где-то ведется, где-то еще готовится проектно-сметная документация. И для несанкционированных стихийных свалок малых также предусмотрены планы ликвидации. И в скором времени, конечно, в Крыму этой проблемы уже свалок не будет. А в скором времени это в каком? Приблизительно 5-10 лет это или чуть больше все-таки? Региональный проект «Чистая страна» будет завершен, максимальный срок завершения это 2024 год. То есть сейчас у нас готовится проектно-сметная документация, потом будет уже заниматься непосредственно рекультивацией. Другие свалки также там в период 2023-2024 года, которые предусмотрены федеральной целевой программой, также их рекультивация будет завершена. В конце этого года планируется завершение рекультивации полигона Каменки в Симферополе. То есть для ликвидации стихийных свалок там вообще сроки достаточно сжатые и в принципе их будут ликвидировать в ближайшее время. Поэтому для каждых планы ликвидации, конечно, нельзя назвать конкретную точную дату, но в ближайшее время все изменится. Вот вы описали эту методу, просто фантастическую, и экран, и дренаж, и все. Это очень высокотехнологичные процедуры. Сколько стоит рекультивация? Сколько денег на это надо? На это невозможно однозначно ответить, потому что это зависит от размеров свалки прежде всего. Вот говоря о судакских. Еще проектно-сметная документация находится на утверждении. К сожалению, также пока про деньги, про количество, точную сумму невозможно сказать, потому что все зависит, я еще раз говорю, от класса опасности отходов и от размеров свалки, от рельефа, от удаленности от жилых микрорайонов. Ну, то есть очень много критериев. Однозначно, к сожалению, ответить не смогу. Ну, а вот по этим свалкам, если говорить по размерам, то какую они территорию занимают? Можно уже сказать, например, территорию в поселок, или может даже чуть больше, или может меньше? Ну, вообще региональным проектом предусмотрена рекультивация 7 гектаров свалки, то есть это достаточно приличная территория. Ну, у нас тоже в процессе уже проведения проектно-сметной документации мы установили, что площадь на самом деле немного больше, и будем также ее увеличивать до 11 гектаров. Большое вам спасибо. Мы искренне желаем, чтобы все планы сбылись в самые кратчайшие сроки, чтобы не было никаких у вас проблем на пути к преображению нашего полуострова. Так и будет. Обязательно. Спасибо большое. Ну, мы тоже за чистый Крым, а сегодня я напомню, у нас в гостях Юлия Боварева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым. Мы двигаемся дальше и прямо сейчас предлагаем посмотреть о том, какое же самое важное событие привлекло наше внимание. 17 сентября 1789 года английский астроном Уильям Гершель обнаружил спутник Сатурна МИМАС. Открытию помогло усовершенствование линз телескопа, которые прибавили светосилу оптической системе. МИМАС получил свое имя в честь героя древнегреческой мифологии – змеиногого титана, поверженного Зевсом. Диаметр спутника около 400 километров, он 20-й по величине в Солнечной системе. Поверхность планетоида состоит из водяного льда и имеет яркую узнаваемую деталь – огромный ударный кратер Гершель. Его диаметр составляет почти треть всего космического тела. Существует мнение, будто облик сатурянского спутника послужил прототипом «Звезды смерти» из кинокартины «Звездные войны». Но, скорее всего, это не соответствует действительности. Первые снимки МИМАСа были сделаны лишь через три года после выхода фильма. Ну что же, как тебе сидится, Салия? Скажи мне. Удобно мне сидится, мягко сидится, уютно. Даже не знаю, какие еще фалаты. Ну, я хочу сказать, что за это большое спасибо нашим партнерам компании «Фавила», которые предоставили эту замечательную, яркую праздничную мебель. Ну и, конечно, всем тем, кто работал для того, чтобы мы оказались здесь, в ботаническом саду фактически. Да, за наши сегодняшние декорации, за нашу такую необычную студию. Я думаю, что это новое не только для нас, но и, конечно же, для наших зрителей. Ну а сейчас мне хотелось бы коротко сказать о том, что в Крыму прошел так называемый спотинг. Я думаю, что для многих это слово пока что неизвестно. Я разъясню, что это такое. Это когда в аэропорту Симферополь фотографам разрешают на протяжении нескольких часов, а в этот раз на протяжении девяти, фотографировать взлеты и посадку самолетов. Честно говоря, пока что я не совсем понимаю для чего, но я думаю, что это тоже очень красивый вид искусства, который более глубже показывает нашу авиацию. Авиация, это действительно очень важно, но не всегда она была такой, как мы ее знаем сейчас. Дело в том, что в далекие-далекие времена сообщение между городами и странами проходило с помощью голубей, ну или попугаев, как вот в нашем случае. Но ты знаешь, Саша, я тебя могу, может быть, даже удивить. Сейчас в некоторых, даже скажу в Симферополе, этот вид сообщения остался. У нас есть почтовые голуби и голуби спортивные, но об этом более подробно расскажет наш корреспондент Оля Литвиненко. Они способны развивать скорость до 100 км в час, ориентироваться на местности, строить маршрут и возвращаться домой за тысячи километров. Все это о спортивных голубях. Леонид Бойко воспитывает спортсменов на протяжении 50 лет. С птицами тренер связан, что называется, с самого рождения. Отец копал, она доставала глину и оттуда ведрами высыпала, потом вывозили на улицу. Но тогда мама уже была беременна на девятом месяце. И у нее начали схватки возле этой голубяти. И я родился. Ну какой там роддом гирея, сами понимаете. Будущих чемпионов готовят к соревнованиям с юного возраста. Птица должна изучить карту местности и запомнить маршрут. Это совсем молодые голуби. Им несколько месяцев, но они уже успели поучаствовать в соревнованиях и преодолели 200 км. Для этого их сначала учат преодолевать короткие дистанции. Леонид выпускал своих подопечных в Белогорске. А это всего 50 км от дома. Запомнили, где их дом находили. Научились находить свой дом. И поняли, что от них требуется, когда их начинают возить. То есть, что они без посадки должны вернуться домой. С любого расстояния, откуда они должны стремиться домой. После боевого крещения пернатых спортсменов отправляют в путешествие через пролив. В прицепах их доставляют в Казань, Краснодар и другие города России. Откуда отправляют за тысячи километров домой. И они всегда находят дорогу. Ведь голуби ориентируются на местности и выстраивают маршрут лучше, чем GPS-навигаторы. В 7 часов утра голубеводы Казани выпустили эту голубку. Вся семья переживала. Ну, потому что путь далекий. Соревнований еще не было. Никакой подготовки. Но все-таки уверенность была. Она оправдала ожидания. Когда 29 числа сын зашел сюда в питомник и увидел ее. Вхватил, естественно. Вот она, голубица наша красавица. Каждая голубятня оборудована электронной системой регистрации, которая фиксирует время прибытия конкретной птицы. Благодаря этому знают, кто и когда вернулся с соревнований. Отсюда данные поступают на обработку в судейскую коллегию. У каждого голубя есть чип. Когда птица возвращается в соревнования, антенна, которая находится в вольере питомника, фиксирует время возвращения птицы. А специальный компьютер считывает с кольца год рождения, номер паспорта и государства. На пути пернатых много препятствий. Ветер, дождь, голод, жажда, высоковольтные линии электропередачи, хищные птицы. Их выносливости и целеустремленности можно только позавидовать. И когда он выпущен за сотни километров, он стремится к своей самке сюда домой. Это как бы мотивация этого спортивного голубя. Сегодня в питомнике Леонида Бойко более 500 подопечных. Сейчас у них межсоревновательный период. Птицы готовятся к чемпионату по глубинному спорту, который в мае соберет в Татарстане пернатых участников со всей страны. Для того, чтобы спортсмены смогли преодолеть дистанцию Казань-Трудовое, а это более 2000 километров, им необходимо усиленное питание и ежедневные тренировки. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Доброе утро, друзья, все те, кто присоединяются к нашему второму часу вещания. Мы предлагаем этот час провести вместе с нами. А я напомню, что сегодня вас будет Илья Салямова и Александр Ткачев. И будем вас мы сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. И пробуждение, если позволите сказать, проходит в совершенно удивительной атмосфере зимнего сада. Вокруг нас свисают лианы, вьются папоротники. Ну, в общем, одним словом, красота. И мы благодарим за предоставленную площадку наших партнеров. Академию архитектуры и строительства. Ну, вот ты знаешь, Саша, ты говоришь зимний сад. А ведь здесь совершенно и не чувствуется зимы. Ну, разве что, может, атмосфера немножко, температура, я имею в виду, немножко пониже, чем на улице. Но, тем не менее, зато, глядя на эту вечно зеленую растительность, кажется, что здесь осенью даже не пахнет. Но, тем не менее, пахнет осенью уже на улице. И как раз в разгар этого прохладного времени года заканчивается реконструкция набережной. Уже сейчас установили фонарные столбы. Причем не просто столбы, а антивандальные. Теперь негодяям, которые захотят разрушить набережную, это будет сделать совершенно непросто. Ну, а более подробно об этом, конечно же, расскажет наш корреспондент Виолетта Корничук. Холодное цинкование, надежная покраска, антивандальное стекло. На еще одном участке набережной Салгира устанавливают линии освещения. Все работы проводятся строго по определенной технологии. Первое, с чего начинает специалист, пробуривает отверстия в местах установки столбов на уровне трех метров. А самая сложная часть – ровно выставить фонарный столб. Везде идет с укололоном, чтобы оно все просто было идеально. Ну, и самое просто главное, чтобы было намертво. Дальше столбы засыпают щебнем и заливают бетоном. После установки со самих опор подходят наши литочники, которые потом, согласно технологиям, облицуют опору по просто максимуму, чтобы, ну, во-первых, опять же, был внешний вид. И опять же, чтобы она не болталась. Все фонари оборудованы светодиодами, которые светят ярче и при этом потребляют меньше электроэнергии. Участок от моста на улице Шмидта до вечного огня уже полностью освещен. Еще сто фонарных столбов установят до 25 сентября. На этом участке набережная установка фонарей уже завершена. С наступлением темного времени суток они зажигаются и радуют симферопольцев, а также гостей столицы. Крымчане уже успели оценить новые преображения в городе. Очень красиво, да, как дочь сказала, похоже на самураи в шапочках охраняют нас. Сейчас можно пройти, приятно. Скамейчик еще не хватает пока, наверное, установят. А пройти очень приятно, потому что светло, ровная дорога. Скамейки на набережной установят немного позже. А сейчас завершают укладывать плитку, монтировать чугунные ограждения и красить бетонные плиты русла. Кроме того, рабочие выравнивают землю для травяного покрытия. На следующей неделе мы уже будем админициировать создание рабочей комиссии, в ходе которой вытаскиваются все маленькие и очень маленькие замечания. У нас будет время спокойно это все до конца сентября устранить. Первая часть работы набережной Салгира выполнена на 96%. Работы завершат до 30 сентября. А второй этап реконструкции обещают закончить к 30 ноября. Виолетта Корнячук, Иван Евдокимов, Новости 24. Дарим фигуру мечты, зажигаем звезды телерадиокомпания «Крым» открывает новый сезон, во время которого наши корреспонденты презентуют огромное количество новых проектов, локаций и студий. Станут ли программы интересным и чем собираются удивить вас, дорогие телезрители-авторы, об этом в сюжете Анны Нечуговской. И речь идет не о бархатном сезоне. Новые джинглы, заставки и, конечно, программы услышат те, кто находится на волнах «Радио море». Поменялось все от логотипа до контента. Буквально там три рубрики, они остались в том числе и в новом сезоне. А так, ну вот 20 проектов, из которых 17 это новые. По-новому зазвучало и «Радио Крым». Изменилось музыкальное направление. Теперь рок звучит на частоте 101 фм. Перемены ждут и информационное наполнение эфира. У нас каждый вечер теперь ток-шоу определенной тематики выходит. В понедельник все желающие узнают ответы на вопросы о здоровье, во вторник о психологии, в среду о религии, в четверг узнают, как воспитывать детей. Ну а в пятницу подискутируют о политических темах в нашем топовом политическом ток-шоу, которое запустится буквально в эту пятницу. Маракасы, пальмы и попугаи. Программа «Утро нового дня» на телеканалах «Крым-24» и «Первый крымский» не устает удивлять зрителей. Ведущие решили, что лето на полуострове не заканчивается. Сегодня наши декорации – это прекрасные тропические растения, фикусы, монстеры. В общем, все то, что вызывает лично у меня огромное восхищение. Новый сезон, новая локация. Наши коллеги будут зрители из зеленого сердца ведущего вуза полуострова. Не только меняемся сами, готовы помочь и зрителям. 12 счастливчиков под пристальным наблюдением профессиональных тренеров получат идеальное тело. Проект «Акулья Сушка» уже стартовал на Первом Крымском. Победитель трехмесячного шоу заберет 50 тысяч рублей. Но главный пресс здесь – атлетическая фигура и восторженные взгляды окружающих. Уже раскрепостились, уже почувствовали себя телезвездами. И я думаю, это их еще даже больше мотивирует, потому что на них будут смотреть друзья, близкие, родственники. Вы увидите эмоции, увидите преодоление преград, увидите первые ссоры, увидите первые радости. Первый Крымский начинает зажигать звезды. Больше 200 детей со всего полуострова прошли кастинг в шоу «Таланты». Это один из самых масштабных проектов нового сезона. Старт запланирован на октябрь. Талантливых очень много. И поющих, и танцующих, и жонглирующих, и висящих под куполом цирка. У нас был специальный отдельный вообще кастинг. Мы проводили это в цирке, в цирке имени Тезикова. Деревята приехали, показывают, ну, мягко говоря, чудеса вообще внеземные. 100% региональное телевидение меняется. Мы берем новые высоты, мы делаем то, чего раньше никогда не делали здесь, на Крымском телевидении. Вот детское талантшоу, это считается очень сложным проектом организационным. Мы на него замахнулись. Все новые проекты и не перечислишь. Прокатят на мотоцикле и покажут достопримечательности Крыма. Познакомят с народами полуострова и расскажут все о классической музыке. Главное, чтобы у коллектива было желание их создавать. За всеми этими новыми проектами стоит колоссальный труд, да, будем говорить, всей команды. А это почти 400 человек, да, это начиная от водителей, заканчивая нашими прекрасными режиссерами. Большие перемены ждут и телеканал Крым-24. Новое оформление и еще больше новостей. Филиалы открываются в разных городах полуострова. Первыми стали Евпатория и Керчь. В планах открытие филиалов в Армянске, Феодосии, в Ялте. И мы очень хотим зайти в Севастополь. Планы амбициозные, но и мы амбициозные, не стоим на месте. Новостную ленту теперь займут не только города Крыма и России. Корреспонденты рассказывают о последних событиях в мире. Выходит проект «Планета-24». Чтобы быть первыми, самые важные новости будут транслировать в прямом эфире. Сегодня это, например, международный саммит лидеров России, Турции и Ирана по поводу сирийской проблемы и некоторых других серьезных проблем на Ближнем Востоке. Проект перспективный, хороший. Будем надеяться, он понравится нашим зрителям. Корреспонденты выскажут и свое мнение о самых резонансных заявлениях и последних событиях. Телеганал «Крым-24» обновляется для своих зрителей. Чтобы вы не пропустили самую важную и актуальную информацию, поменялось время эфира основного получасового выпуска. Теперь он выходит в 20.00. Анна Нечуговская, Александр Смычик и Антон Лукьяненко. Новости 24. Ну а сейчас мы предлагаем посмотреть краткий анонс нашей сегодняшней программы о том, какие сюжеты подготовили корреспонденты «Утро», ну и, конечно же, какие еще темы ожидаются в ближайший час. Гнев разрушает жизнь. Как справиться с негативными эмоциями и сохранить самообладание даже в самой неприятной ситуации? Полуфинал детского Евровидения. Крымчанка София Кирсенко в числе лучших. Одиннадцатилетняя певица делится секретами музыкального успеха. Голуби находят путь в родной дом за тысячи километров. Как птицы изучают карту местности и запоминают маршрут. Об удивительных астрономических открытиях, совершенных в этот день и самых актуальных новостях всемирной паутины. Европейские игры. Как крымчане обмениваются опытом с иностранными партнерами в Варшаве на ежегодной конференции по правам человека и демократии. 412 километров по Крыму. На полуострове стартовала международная факельная эстафета. Об этом и многом другом в эфире «Утро нового дня». Саша, ну, хотелось бы еще раз обратить внимание на ту мебель, на которой мы сегодня сидим, которая стоит перед нами. Стоит отметить, что ее нам предоставила компания «Фавила», которую мы и благодарим, потому что сидится нам очень уютно. И сидится, а вам, надеюсь, дорогие друзья, смотрится. Я предлагаю еще кое-что интересное посмотреть. Это небольшая видеозаклейка о том, как проходят на полуострове съемки нового фильма про гардемаринов. Это, казалось бы, классическая лента, приобретает все новые и новые оттенки и грани. Не только оттенки, но и декорации. Кстати, известный режиссер Светлана Дружинина у себя в Инстаграме, она презентовала корабль, декорацию, который будет задействован в фильме. Этот корабль, как она рассказала, представляет собой галеру, которую еще в те времена подарила Екатерина Великая. И, конечно же, это будет одно из главных действующих, можно сказать, объектов в фильме. Ну, в общем, если не вдаваться в подробности, то стоит отметить, что фильм сейчас, четвертая часть, снимается у нас в Крыму. Не просто так, потому что здесь будут переданы события 1887 года, то есть с начала русско-турецкой войны, и об этом будет часть фильма, конечно же. И в этой части будут сниматься те же герои, которые были задействованы и в первой части. Нужно сказать, что хорошее кино всегда повод немножко отвлечься и забыть о будничных проблемах, забыть о своих расстройствах, переживаниях, о гневе, который накопился в душе. Кстати говоря, следующий сюжет посвящен тому, как бороться с этим негативным чувством. Давайте узнаем, а Александр Кононов расскажет. Иногда кажется, что все вокруг против тебя, и малейшая искра может спровоцировать пожар планетарных масштабов. Самое главное – не потерять самообладание, не сорваться на крик и не устроить скандал. Мы живем в таком мире, когда порой хочется дать волю чувствам, выплеснуть все эмоции наружу. Но именно эти действия показывают вас не с лучшей стороны и могут навредить вам и вашей карьере. Бывает такое, что день не сдался с самого начала. Не завелась машина, сломался рабочий компьютер, проигнорировал коллега, и вот вы уже в шаге от потери самоконтроля. А через секунду готовы крушить все и всех, кто попался под руку. В порыве гнева можно навредить не только себе и окружающим, но еще совершить те действия, о которых можно жалеть всю жизнь. Поэтому прежде чем совершать какую-то агрессию, нужно вздохнуть и посчитать до 10. Но порой и это малоэффективно. Наверняка существуют еще и другие решения, способные восстановить психическое спокойствие и избежать стрессовых ситуаций. Интересно, что делают люди в таких случаях? Съесть шоколадку, выпить кофеечек, подышать воздухом и успокоиться. Пытаюсь отвернуться, уйти, ничего не предпринимать. Эмоции для дела, во-первых, всегда вредны. Во-вторых, эмоции бывают разные, в самом числе некоторые люди переходят в грань культурного поведения. Глубокий вдох и потом выдох. Варианты неплохие, но не всегда работают. Порой эмоции зашкаливают. Вспышка гнева молниеносно берет мозг под свой контроль и остановиться уже невозможно. Если ситуация повторяется, тут стоит все же обратиться к специалистам. В первую очередь я предлагаю себе признаться в том, что вы на самом деле испытываете. Может, вы гнев путаете с голодом элементарно, да, или с болью, или с какой-то другой нуждой. И если вы поймете, что тут, может быть, лучше таблеточку принять от головы или выпить чашечку кофе, то у вас все резко пройдет. Вот другое дело. Перекусить и все пройдет. Наверное. Но как тогда быть в случаях, когда плохое самочувствие и голод – не причина гнева? Случаются моменты, когда необходимо доказать свою правоту, а это спокойным голосом сделать не получится. Задавайте уточняющие вопросы. А чего человек хочет? Какой цели он преследует? Откуда взял свои выводы, если вы готовы их оспорить, и вы считаете себя полностью правым? Я считаю, что вообще далеко не всегда надо давить гнев, потому что гнев возникает, когда нарушаются границы ваши. И как это я должна… Зачем мне терпеть? Я должна научиться их отстаивать, отстаивать их здраво. Но, возможно, со временем избежать этих приступов гнева поможет профилактик. Занятие спортом, рыбалка и просто любимое хобби – укрепляет нервы, восстанавливает душевное равновесие. На крайний случай можно попить успокоительное, как вариант научиться медитировать. А еще лучше спросить себя, чего я хочу добиться. Не унизить кого-то, а прийти к конструктиву, отработать хорошо день, заработать премию и уйти домой в хорошем настроении. Вот истинная цель. Александр Кононов, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Саль, ну ты знаешь, я, повторюсь, вдохновляюсь этим местом невероятно. Вот ты когда-нибудь видела вот такие огромные листы? Я видела, но я, честно говоря, не очень знаю об этом растении. Это называется монстера. Но наверняка слово тебе что-то напомнит. Монстера. Монстр больше. Абсолютно верно. Это растение родом из тропиков Южной Америки. И когда туда прибыли первые европейские колонисты, они увидели эти растения, которые своими мощными корнями просто прорезали настоящие просто скелеты. Как мы сейчас это делаем? Да, и они подумали, что эти растения просто пожирают живую плоть, нападают на людей и уничтожают их. Ну на самом деле, конечно же, нет, это абсолютно безобидное растение, абсолютно декоративное, но правда очень любят тень. То есть на свету оно гибнет, а вот здесь даже видно, что оно зацветает. Видишь, какая шишка? Ну, конечно же, это не шишка, это соцветие. То есть оно вот цветет такими вот невероятными букетами. Но ты знаешь, на самом деле, действительно, в Крыму очень много солнца, поэтому, наверное, не совсем для него подходящий климат. И холодно. И холодно, да. Но вот, кстати, о погоде хочется более подробно рассказать, поэтому предлагаем посмотреть следующую рубрику. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Крыму. Добро пожаловать в Крыму. В Севастополе ожидается переменная облачность. Без осадков днем воздух прогреется до 25 градусов. В Севастополе похожая погода. Переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем до 24 тепла. На южном берегу Крыма тоже, кто бы мог подумать, но переменная облачность дождей не ожидается. Днем температурные показатели достигнут 27 градусов выше нуля. И вновь все-таки похоже, погода ожидается и в Керчи. Переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем до 27, а ночью до 10 тепла. Да, но и стоит отметить, что несмотря на то, что синоптики предупреждают о приближающемся похолодании, в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Казалось бы, такие совершенно несовместимые вещи. Как гений и злодейства. Дожди ожидаются и пожарная опасность. Потому что у нас в Крыму было зарегистрировано уже несколько случаев довольно серьезного возгорания. Горели как камыши, так и леса. Поэтому МЧС всячески, опять-таки, привлекает внимание крымчан, чтобы были бдительными, чтобы не разжигали костры. Конечно же, не оставляли нигде горящие окурки и так далее. Более того, следует отметить, что в леса Крыма лучше в ближайшее время не ходить, потому что по всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение. Ну, так ли оно или нет, мы пока не знаем. Но я знаю, кого можно спросить, что происходит на улицах Симферополя. У нашего мобильного корреспондента Стефана Филатова, который прямо сейчас готов с нами связаться. Стефан, доброе утро. Доброе утро, коллеги. С добрым утром всех крымчан. Сейчас я нахожусь в Симферопольском детском парке. И должен вам сказать, что я очень сильно удивлен, потому что буквально неделю назад здесь было очень зелено, за что я, собственно, и люблю это место. А уже сейчас здесь везде опавшая листва. И, конечно же, сотрудники парка работают, заметают, все собирают в кучи. А процесс этот происходит не только в парке. Это происходит по всему городу. Специально для этих целей выделена специальная техника, выделены группы коммунальщиков, которые работают на тех или иных городских маршрутах, городских точках, убирают листву. И следующая новость, которую я хочу вам рассказать, она, в принципе, к коммунальщикам не думаю, что будет иметь отношение. Тем не менее, Министерство труда запланировало проведение эксперимента. Эксперимент заключается в том, чтобы внедрить в некоторые сферы деятельности крымчан, россиян, четырехдневный рабочий график. В первую очередь сюда попадут работники производств и других отраслей. А выбирать эти профессии, этих людей будут следующим образом. За пятидневный рабочий график, те, у кого 30-40% времени свободно, не занято, вот именно эти категории работников, и попадают под этот эксперимент. Так что, возможно, вскоре у вас, у ваших знакомых, будет на один рабочий день в неделю меньше. Я напоминаю, что это эксперимент. И по предварительной информации на зарплатах людей, это никоим образом не отразится. Тем не менее, поживем и увидим, как это все будет. Ситуация действительно интересная. Возможно, кому-то это будет только на руку. Кто-то, возможно, сможет даже совмещать работу, найти какое-то новое занятие по душе или для заработка. Это уже будет зависеть от человека. Тем не менее, эксперимент очень интересный. И, возможно, это даже изменит жизни некоторых людей, некоторых крымчан, россиян. Напоминаю, что это произойдет вскоре. Конкретные числа не известны. И начало и конец данного мероприятия пока неизвестны. Тем не менее, ожидать этого стоит. Поэтому предварительно вы можете уже сегодня на рабочих местах обсудить эту информацию со своими работодателями, с начальством. И чтобы уже предварительно понимать, попадаете ли вы под категорию вот таких людей или нет. На этом мое включение подходит к концу. Но пока с вами я еще не прощаюсь. Мы еще один раз с вами увидимся. У меня есть еще о чем с вами поделиться. Есть что рассказать. Коллеги, передаю вам слово. Ну что ж, спасибо большое, Стефан. Как известно, Стефан заядлый спортсмен. И, кстати, о спорте мне бы тоже хотелось сейчас продолжить говорить. У нас, тем более, в гостях уже есть люди, которые в этом виде спорта разбираются особенно хорошо. Я имею в виду в данном случае бег. У нас в гостях Алексей Монченко, капитан команды крымской ветки бега мира, а также Светлана Хисамуддинова, посол мира, кандидат педагогических наук, мастер спорта. В общем, очень долго можно перечислять все ваши должности. Но также стоит отметить, что вы неоднократный победитель забегов в Швейцарии и США, которые длились несколько суток. Вот на этом я как раз таки хотела бы акцентировать внимание. Спасибо. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, наверняка ваше утро начинается с небольшой пробежки. Безусловно. Мы бы хотели, наверное, рассказать немножко об эстафете, потому что мы как раз вот вчера стартовали в городе Красноперекопск. Сейчас у нас основная команда бежит где-то в районе Черноморского, наверное. Мы тут рады по вашему приглашению поприсутствовать немножко в студии. Скоро к ним присоединимся. И хотелось бы рассказать немножко об истории вообще этой эстафеты. Давайте. О миссии, о том, что она вообще обозначает. Вот 32 года назад известный общественно-гуманитарный деятель, спортсмен и миротворец Шичин Мой дал первый старт этой эстафете. И это возможность для каждого человека, независимо от вероисповедания, независимо от цвета кожи, независимо от его политических взглядов, просто прикоснуться к факелу мира как к символу дружбы, к символу взаимопонимания, к символу любви между всеми народами всей Земли. Потому что все мы живем на одной планете. На самом деле это наш один общий дом. И сейчас мы видим, что у этого факела нет никаких преград, потому что уже более 650 тысяч километров преодолели бегуны с факелом. Уже более 160 стран приняли участие. В каких странах? А, 160 стран. Ну, практически все, можно сказать. И в этом году даже особое событие отмечает эстафета – первое кругосветное путешествие, которое началось на острове Бали в феврале этого года. Пройдет по всему южному полушарию. Это и Антарктида, и Африка, и Южная Америка, и Австралия, Новая Зеландия, островные государства Тихого океана. В общем, полная кругосветка. В ноябре этого года на Бали финиширует. Ну, я так понимаю, что вернутся на Бали как раз-таки, да? Мы сейчас немножко расскажу, как это технически происходит. Обычно в Нью-Йорке дается старт эстафете. Туда приезжают примерно из 150 стран представители. Вот такой вот очень красивый. У нас Светлана была как раз на старте этой эстафеты. Очень красивый такой единый поток, интернациональная такая вот команда. Мне кажется, наверное, даже трудно сосчитать, какое количество людей принимает участие. Просто тысячами измеряются, а может быть, даже миллионами. Да, конечно, миллионами. За 32 года, представляете, сколько это мы людей прикоснулись к этой мечте. Это удивительное путешествие. Светлана, а вы откуда начали бежать? Вот с какой точки? Вы с самого начала тоже? В этом году? Да. Или вообще? Да, вот в этом году. В этом году я бежала в Америке в апреле месяце. Там был такой шестисуточный пробег, где 450 километров я преодолела за шесть суток. Потом бежала в Молдавию, в Кишиню, и тоже меня пригласили. Как посла мира. Там пробежала 120 километров. Потом по московскому региону, по московской области бежала тоже 10 дней. Потом сразу же на другую ветку меня перегносили. Бежала вокруг Онежского озера. Знаешь, сколько? Потом из Читы в Китай. Это время очень сложно. Я вот только сейчас прибежала, прилетела, вернее, из Читы, потому что у нас был пробег по Китаю. Это такое дружественное. Ну, конечно же, хотелось бы узнать о Крыме. Наверняка это какое-то особенное место. Это здесь приписывают ему какие-то магические свойства. Может, Вы тоже это почувствовали во время бега, какую-то особую энергетику? Да, конечно, это особое место. Энергетика чувствуется, особенно, во-первых, и море, и солнце столько, и улыбки людей. Вы знаете, нас прекрасно встречают, можно сказать, с хлебом, солью встречаются, слезами провожают. Мы видим, что понимание этой важности, вот этой удивительной игры, можно сказать, космического плана, оно растет и вовлекает все больше людей. И молодежь. Молодежь, вот эти ориентиры духовности, нравственности, стремления к миру, мы чувствуем, что они начинают работать. Светлана, а можно задать у Вас такой вопрос, спросить, Вы начали бежать тоже 32 года назад или намного раньше это сделали? Нет, позже. 32 года, это во всем мире международная факельная эстафета, а 27 лет, вот с 87-го года, ой, с 92-го года в нашей стране. И я когда узнала, что это движение, мне уже тогда было сколько лет, я уже не помню. В общем, я каждый год принимаю участие в этих эстафетах. Знаете, как интересно, интересно жить, интересно и бежать бесконечно. А что это меняет, например, что поменяло это в Вашей жизни? Просто для меня, например, очень сложно представить, как это, бежать несколько суток. И вот самый главный вопрос, а ради чего, вот что оно в итоге дает? Это моральный в первую очередь аспект или какой-то другой вопрос? Наверное, просто очень четкое понимание, ради чего ты вообще пришел в этот мир. Оно не сразу пришло, оно пришло, может быть, с того момента, когда я узнала об этом движении, об тех людях, которые делают шаг за горизонт. Бегут не то, что там 6 или 10 суток, 52 суток, уже 5 женщин в мире. То есть узнала о безграничных возможностях человеке. И сам инициатор этого пробега, его имя Шричин Мой, это действительно интегральная личность, плодотворный писатель, поэт, художник, композитор, музыкант, миротворец, предложивший вот такие миротворческие акции. Он своим примером вдохновил, без привлечения, скажем, миллионы людей на планете. Я в их числе. Я благодарна судьбе, что такой толчок в осознании пришел ко мне 49 лет. 49 лет. 49 лет. Сейчас мне уже 75. Я не стесняюсь говорить о возрасте, потому что возраст – это относительное понятие, потому что душа наша – вечный ребенок. Вы не выглядите на этот возраст. Спасибо. Я думаю, это как раз-таки тот пример, который доказывает, насколько благотворно влияет вообще спорт. Я хочу зажечь этой мечтой о мире. Вот вы спросили, ради чего я бегу, я бегу, чтобы, знаете, скажу, можно стихами вам скажу так, что я побед над собой, новых жажду, мне как воздух нужны они, чтобы себя победив однажды, к новым стартам стремилась ты, не победа, движение важно, чтобы не пятиться в детстве, спять буду снова с собой сражаться, и других за собой увлекать. Я не дам огоньку погаснуть, что горит у меня в душе. Благодарность во мне святая, что живу я на этой земле. Этот огонь, зажженный факел, горит в сердце моем, и мы хотим зажечь как можно больше людей этой мечтой о мире. Здорово. Но вот у меня тогда вопрос к Алексею, а удается ли зажечь эту мечту, например, у крымчан? Вот они в этом году присоединяются к бегу? Вы знаете, мы, глядя на горящие глаза молодежи, вчера в Красноперекопске было человек 600, наверное, просто полный стадион. И мы вот иногда даже чувствуем, что на самом деле вся сила приходит от них. То есть мы уже в процессе бега под уставшие немножко большие достаточно расстояния, порядка 100 километров приходится преодолевать в день. И когда ты прибегаешь в населенный пункт, когда ты видишь вот этот хлеб-соль, когда ты видишь эти горящие глаза, радостные лица детей, которые рисуют красивые рисунки, там о бегунах, там с лозунгами, которые стремятся тебя поддержать, это действительно заряжает энергией, ты понимаешь, что ну вот, все не зря. Даже дети небезразличные остаются. Да, дети прежде всего, они чувствуют... А вот можете еще раз напомнить, какой путь проходит по Крыму? То есть откуда будете бежать? В этом году у нас... Вот такая карта, если будет видно. В этом году у нас старт Красноперековский, как я уже говорил. По пути у нас вчера была Славянская, Оленевка, Евпатория, Бахчисарай. И финишируем мы 20-го числа, 20-го сентября в городе Севастополь. А 21-го принимаем участие в Кроссе нации. Нас пригласили севастопольское правительство. Вот с радостью побегаем и круг такой почета тоже по городу Героя пробежим. Ну и погрузите меня еще в некоторые подробности. Правда, времени остается очень мало. Как это вообще происходит? Разрешаются ли остановки? Насколько долгие они? Да, вот где вы обычно задерживаетесь в этих случаях? Мы обычно примерно 100 километров в день рассчитываем. Иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Бежим командой, у нас в основной команде 12-15 человек, вот в зависимости от того, как набрали. Бежим обычно 5-10 километров. То есть один бегун бежит по трассе с факелом, за ним едет машина сопровождения. Потом мы его меняем через 5-10 километров, бежит следующий. А когда город, когда встреча, мы строимся всей командой, достаем флаги, достаем у нас красивые растяжки. Вот в этом году красивая форма у нас очень. И всей командой забегаем, соответственно, попадаем на этот праздник, который обычно делают в каждом городе. Вы знаете, мне кажется, что об этом нужно не говорить, это надо видеть. Но мне кажется, в этом случае нет победителей. Почему? Потому что все уже ими являются. Потому что это всего, прежде всего, как сказала Светлана, победа над собой. Спасибо вам большое. К сожалению, времени у нас совершенно не осталось. Напомню, у нас сегодня в гостях Алексей Монченко, капитан команды крымской ветки «Бега мира», а также Светлана Хисамуддинова, посол мира, кандидат педагогических наук, мастер спорта, член-корреспондент Международной академии экологии и природопользования. Благодарим за то, что вы сегодня к нам пришли, вместе с нами начали это утро. А мы двигаемся дальше и прямо сейчас предлагаем посмотреть наш следующий сюжет о других победах, не менее важных. Они касаются искусства, и к этому искусству присутствуют наши крымчане, даже маленькие крымчане. Текст, музыка и клип – все за полтора месяца. София Кирсенко сделала почти невозможное. В короткие сроки подготовила работу для конкурса и подала заявку на участие в отборе. Я принимала участие в полуфинале «Десского Евровидения» 2019. пела там свою авторскую песню. Потом я принимала участие в конкурсе «Земля талантов». И там прошла финал. И скоро поеду в Москву участвовать там и петь песню свою. Из тысячи желающих по всей России выбрали именно ее. 11-летняя София в списке 37 лучших. Чтобы добиться такого результата, пришлось найти опытных и чутких профессионалов, которые помогли реализовать идею. Я просто услышала ее историю, как она занималась фигурным катанием, что она очень хотела петь параллельно, когда вот занималась. И ее тяга к музыке, желание петь, раскрыться в этом направлении, оно повлияло на то, что она ушла из спорта и стала петь. То есть это у меня стало основой текста, который вот в последующем сняли, написала музыку Елена, сняли клип. Сложно поверить, что изначально София выбрала спорт. Три с половиной года занималась фигурным катанием. Мама девочки ее поддерживала, но видела, как дочь находит отдушину в другом. Первые ноты, просмотры музыкальных передач, мечты стать певицей. Она этим живет, она всей душой в музыке. Поэтому я рада, что наконец-то мы услышали своего ребенка, потому что она с двух лет на вокал просилась. Но слава богу, что с девяти лет мы наконец-то ее услышали. Она занимается любимым делом. Поэтому важно для каждого родителя услышать своего ребенка, что он хочет и чем он хочет заниматься. Выбрать занятие – полдела. Голос, мимика, эмоции, часы, дни и даже годы тренировок. А чтобы не бросить начатое на полпути, нужен волевой характер. Конечно, трудолюбие, без которого ни один талант не может так расцвести, как этого хотелось. Потому что много талантливых детей в разном. А она трудится, трудоголик, отдать должное. Поэтому и есть результат. Звонкий голос и множество амбиций – еще не все, что есть у юной певицы. Поддержка одноклассников, теплые отношения с близкими и наставления педагогов. Свободного времени у Софии мало, так что зря она его не теряет. Любовь к музыке – не единственное увлечение Софии. Моделинг, танцевальные кружки и даже три с половиной года катания на коньках. У меня в руках около 40 дипломов девочки. Основная часть, конечно, за музыкальные заслуги. Но среди них оказался из-за обучения в школе телевидения. София и дальше планирует развиваться в музыке и творчестве. Несмотря на то, что в этом году девочка не прошла в финал детского Евровидения, планирует принимать в конкурсе участие до тех пор, пока не добьется желаемого результата. Ирина Борилюк, Максим Турчев. Утро нового дня. Я предлагаю обратиться к еще одной хорошей новости для родителей. Точнее, даже, наверное, с вопросом. Знаете ли вы, чем питаются ваши дети? Так вот, если вы не знаете, то в скором времени у вас есть возможность узнать. В Симферополе возможно. В Симферополе, как проект еще только пилотный, и решается, в каком городе он будет апробироваться, вводится новая программа, по которой можно будет с помощью специального QR-кода, это как такой вот квадратик с множеством мелких квадратиков, которому можно считать информацию. Так вот, с помощью него, сфотографировав его, ваш ребенок может показать вам, что же он будет сегодня вкушать в школьной столовой. Да, там будет более подробно расписан состав этого продукта. Конечно же, будет написана цена о том, что именно, когда было приготовлено и так далее. В общем, все самые важные, как правило, для родителей подробности будут указаны в этом QR-коде, который можно будет считать с помощью приложения, установленного всего лишь на телефон. Даже колораж, то есть сколько калорий съедено вашим чадом, тоже можно будет узнать. Все благо интернету, потому что это действительно всемирная сеть, которая все глубже и глубже, сильнее и сильнее нас затягивает. Туда иногда вымещают новости всякие разные, интересные. Так вот, наши корреспонденты только и занимаются тем, что отыскивают самые отборные, самые интересные, самые забавные, чтобы представить их для вас, дорогие зрители. Предлагаю такую рубрику прямо сейчас и посмотреть. Вот так нужно привлекать к себе внимание. Начинающий акробат устроил в своей деревне уличное представление. Удерживать равновесие в таком положении – талант. Зрители уверены, что на обучение этому сложному элементу ушла не одна неделя. Система автопарковки есть не только у автомобилей. Одна известная компания выпустила офисные стулья, которые самостоятельно задвигают себя под стол. Большой пользы они, конечно, не принесут, но на видео ожившая мебель выглядит удивительно. Молодые девушки рассмешили пользователей сети. Все дело в пернатом друге, который показывал настоящие бразильские танцы. С таким успехом скоро можно будет открывать собственную хореографическую студию. Продавать мороженое – это настоящее искусство. В Турции мужчина не только угощает покупателей сладким десертом, но и устраивает целое шоу. Ловкость рук и никакого мошенничества – вот залог успеха. В дождливую погоду сломались дворники на автомобиле – не проблема. Что только не придумаешь ради поездки на выходные. Тем более, что на заднем сидении есть помощницы. Этот парень точно не оставит равнодушной ни одну девушку. Подготовился очень серьезно. И романтический ужин организовал, и розу подарил. А вот место для свидания, видимо, большой роли не играет. Прогуливаясь по улицам Японии, можно увидеть вот такую необычную телефонную будку, в которой удобно разместились золотые рыбки. Оригинальный арт-проект украшает улицы города, чем поднимает настроение прохожим. Саль, я думаю, что ни для кого не секрет о событиях, которые произошли в Кемерово. Так вот, собственно говоря, есть и хорошая новость во всем этом. Теперь на месте сгоревшего центра разбили потрясающий парк. Предлагаем посмотреть это видео, сделанное с коптера. Действительно, парк, можно сказать, мемориальный, посвященный всем тем людям, которые погибли в пожаре. И, наверное, это будет, с одной стороны, назидание будущим поколениям о том, насколько цена человеческая жизнь. Да, к сожалению, именно после таких трагических событий и появляются такие парки. Но, кстати, призывают руководство города не называть его сквером скорби. Это сквер памяти. И там очень много таких оживленных площадок, где и дети могут играть, могут тренироваться, где могут проводить свой досуг, при этом, ну, не задумываясь, наверное, о плохом. Как раз-таки проводя там детство весело и задорно таким, какое оно должно у них быть. Там действительно можно увидеть струящийся башню, фонтан. Там есть разные зоны, как для прогулок, ну, а также для того, чтобы проводить и время, посвящая спорту. Ну, я предлагаю двинуться дальше и поговорить уже о более веселом, поговорить с нашим мобильным корреспондентом, который наверняка на связи и готов рассказать, что же он видит своими собственными глазами. Стефан, доброе утро. Еще раз хочу пожелать доброго утра вам, Саша Салия. С добрым утром всех крымчан, всех, кто встречает этот день вместе с нами. По антуражу, по происходящему за моей спиной вы уже наверняка догадались, что расскажу я вам сейчас о пробках, о ситуации дорожной в столице полуострова. И самое интересное, что описать эту ситуацию можно буквально двумя словами. Весь город стоит. И это действительно так. Даже многие водители говорят о том, что до наступления лета, когда дороги в Симферополях были разгружены, вот даже в тот период такого не было. Сейчас как-то эта ситуация очень сильно усугубилась. Поэтому напомню, что стоит Куйбышевское шоссе, собственно, где и Куйбышевское кольцо, прошу прощения, собственно, где я и нахожусь сейчас. Центральные районы города также стоят. Ну и в принципе, как я уже сказал, стоит весь город. Поэтому если вы только собираетесь сейчас выходить на работу или на учебу, лучше сделайте свои дела все побыстрее. Часть из них, может быть, отложите, но выходите из дома пораньше. Для того, чтобы быть в нужное время, в нужном месте. Кстати, если вы недавно проснулись и обратили внимание на то, что света нет, нет электричества, не зарядить телефон, не включить компьютер, не включить свет в ванной даже, то не переживайте, ничего страшного не произошло. Все по плану. Сейчас проходят, коммунальщики проводят ремонтные работы, работы, связанные с опорами освещения, а потому по ряду городских улиц, и, кстати, отмечу, что перечень этот улиц весьма внушительный, то есть большой, света не будет сегодня с 8 и до 17 часов. Тем не менее, я надеюсь, что дорожная ситуация и вот такая ситуация со светом никак не отразится на качестве, если можно так выразиться, вашего утра. Поэтому собирайтесь. Всем утро бодрого, хорошего дня. На этом мое включение подходит к концу. И всего доброго, успехов. Студия, передаю вам слово. Саль, я предлагаю поговорить об одной очень важной теме, особенно для нашего региона, где много гор, много лесов, много открытой природы. У нас по этой теме есть гость. На самом деле, Саша, ты немножко... Да, некорректно выразился. ...намерно далеко ушел, говоря о том, что у нас есть горы. У нас есть в первую очередь поисково-спасательный отряд, которому часто приходится быть в этих горах, именно потому что там проходят операции по поиску пропавших детей. И вот у нас в гостях Наталья Кропычева, региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Крыму. Доброе утро. Доброе утро. Могли бы рассказать о деятельности своего учреждения и пояснить, почему же такое название? Конечно. История отряда началась в 2010 году, когда в подмосковном Орехово-Зуево пропала девочка Лиза Фомкина. Она с тетей ушла в лес и заблудилась. Очень много добровольцев-волонтеров приехали ее искать, но, к сожалению, не было отработанных алгоритмов и правил какого-то методик поиска, поэтому на десятые сутки ее нашли погибшей. В тот момент люди, которые принимали участие в поисках, поняли, что когда столько людей готовых откликнуться на чужую беду, дети просто не должны умирать, поэтому создали отряд. Назвали в честь девочки Лизы «Алерт», но это всеобщее внимание, тревога, чтобы привлечь общественность. То есть получается, что не все так просто. У вас есть целый алгоритм, по которому вы проводите работу. Конечно. Обязательно. Любой поиск – это целый действительно алгоритм, целый список последовательных действий, одно без которого будет бессмысленное и неэффективно. А можете привести пример? Вот как это действует? Могу, конечно. Например, поступает заявка о пропаже человека, например, пожилого человека. В первую очередь мы начинаем прозванивать заявителя, чтобы уточнить у него как можно больше информации. Наш информационный организатор уточняет, были ли у него проблемы с памятью, или, может быть, проблемы с родственниками, по какой причине он ушел. Если, например, у него проблемы с памятью, то мы узнаем прежние места работы, прежние места жительства, то есть он мог запросто уйти туда. Если это с памятью все хорошо, он просто заблудился, то это другие места поиска. А что касается детей, мне кажется, здесь очень часто все непредсказуемо. Куда могут дети пойти? Что только им известно. Да, это вот только им известно. Да, на сегодняшний день, к сожалению, так. В смысле, на сегодняшний день возраст детей, которые уходят из дома, он снизился. Если раньше переходный возраст мы ожидали лет с 14, то сейчас уже дети в 12 лет могут уйти из дома, объясняя это тем, что они хотели подумать, хотели подумать о жизни. То есть они уходить не хотели целенаправленно, они хотели подумать о жизни. И так получилось, что допоздна задержались, и обратно дорогу уже не нашли, либо транспорт тоже не ходит. Такие тоже у нас истории бывают. Много детей пропадает? В Крыму. В Крыму? Вот, слава богу, каждый раз говорю, что нет. По сравнению с другими регионами у нас более-менее стабильная обстановка, и плюс сотрудники полиции очень четко и мгновенно реагируют на детские поиски, поэтому у нас прям... Ну, а какая статистика? Вот все-таки, допустим, в месяц один ребенок, или два, или больше? За всю историю существования отряда вот лично к нам на горячую линию по всему Крыму и Севастополю поступило около четырех заявок, где дети до 12 лет, и порядка, ну, допустим, десяти, это когда подростки уходят. Из двух ста заявок вот такая у нас статистика. Талия Александровна, ну, получается, что не только по лесам и степям и долам вы ищете, но и по городам тоже? Да, у нас поиски как в лесной среде, так и в городской. И лично вы участвуете в таких поисках? Конечно. То есть вот такая красивая, ухоженная женщина надевает спас-костюм и идет искать детей в всякие страшные леса? Ну, а как? Конечно же, мы же за этим туда и пришли, тем более, когда дети, берцы, наряд, да. Ну, я знаю, что огромное количество крымчан объединяется, самых неравнодушных, причем не знающих семью, возможно, не имеющих отношения даже порою к этим местам, где семья живет, и тем не менее приезжает очень много. Сколько человек в Крыму этим занимается? Есть какая-то? Да, недавно считали, вот прям активных людей, которых я знаю по именам и фамилиям, которые готовы мгновенно реагировать, но не только на выезд, а на информационную обработку заявок. У нас сейчас около 76 по всему Крыму. Конечно, это мало. Конечно, мы ждем всегда новых добровольцев, нам есть, что предложить каждому, в зависимости от того, чем может заниматься человек. Не обязательно выезжать ночью в лес, там, на улицу. Очень много работы проделывается, не выходя из дома, за компьютером или за телефоном. То есть, в первую очередь, наверное, соцсети, да, штурмуются там. Да, у нас идет прозвон больниц. Порой, да, удается найти людей, именно прозванивая больницы по пропавшим людям, тем самым не нужно уже выезжать в другой группе лиц. То есть, прозвон больниц, размещение ориентировок в соцсетях, отслеживание свидетельств, комментарии, да, это все вот работа, которую можно делать, не выходя из дома. Говорит, а как можно вступить в вашу организацию? Что для этого нужно, кроме паспорта? Самое... Паспорта... Вы не говорите всем, что мы забираем паспорта, мы это скрываем. Самое простое, это обратиться на горячую линию 8 800 754 52. То есть, на эту горячую линию можно обратиться абсолютно по любому вопросу. И прочитать лекции по профилактике в школе, если кто-то потерялся. Если хотите помочь отряду, либо вступить, то есть, вообще, абсолютно по любым вопросам на этой линии вам все подскажут и расскажут. А дальше? Ее можно позвонить, если как раз-таки произошла пропажа, если ребенок пропал. В любой случае. Давайте еще раз повторим этот номер, только помедленнее, чтобы люди могли его записать или запомнить. 8 800 754 52. И у нас есть группа ВКонтакте Лиза Алерт Крым. Если набрать, она сразу выйдет, и там можно заполнить анкету добровольца и присоединиться к нам, в наши ряды. И давайте какие-то рекомендации родителям дадим, которые, если не дай бог, у них произошло дома такое, что пропал ребенок, как им действовать, потому что часто в панике они начинают теряться и теряют время. В панике. В первую очередь хотелось бы попросить родителей именно не тянуть. Да, у нас многие боятся обращаться в полицию, потому что считают, что это повлечет за собой какое-то административное правонаказание. Да, правонаказание. Но тут важнее жизнь ребенка, которая ставится на кон. Не ждать вечера. Если вы поняли, что ребенок должен был прийти в течение часа, а он не пришел, лучше сразу обратиться. Ничего страшного, что мы выйдем зазря. Ничего страшного, от этого никто никаких упреков не скажет, но зато мы сможем вовремя среагировать. Потому что много случаев на материке, допустим, когда дети уходят из дома, они теряются и попадают в такие ситуации, в которых они сами не справятся. Например, когда они падают в выгребные ямы на территории близлежащих домов, когда они проваливаются, в общем, когда их есть возможность спасти, но взрослые еще ждут и тянут время. В первую очередь, да, сразу в полицию, к нам. Мне кажется, это самые первые действия, которые должны придерживаться. Спасибо большое. К сожалению, времени у нас не осталось. Я напомню, у нас сегодня в гостях Наталья Кропачева, региональный представитель поисково-спасательного отряда Лиза Алерт в Крыму. На этом с вами прощаемся. Ну, а вам предлагаем посмотреть нашу следующую рубрику под названием «Хронограф» о том, какое самое интересное событие было выделено нашими корреспондентами. 17 сентября 1789 года английский астроном Уильям Гершель обнаружил спутник Сатурна «Мемас». Открытию помогло усовершенствование линз телескопа, которые прибавили светосилу оптической системе. «Мемас» получил свое имя в честь героя древнегреческой мифологии змеиногого титана, поверженного Зевсом. Диаметр спутника около 400 километров, он 20-й по величине в Солнечной системе. Поверхность планетоида состоит из водяного льда и имеет яркую узнаваемую деталь. Огромный ударный кратер Гершель. Его диаметр составляет почти треть всего космического тела. Существует мнение, будто облик сатурянского спутника послужил прототипом Звезды Смерти из кинокартины «Звездные войны». Но, скорее всего, это не соответствует действительности. Первые снимки «Мемаса» были сделаны лишь через три года после выхода фильма. Я предлагаю двинуться дальше, посмотреть сюжет, который подготовила Ольга Литвиненко о том, какие же существуют удивительные птицы на нашей планете, голуби. Какие способности у них существуют и о том, как они тоже могут иногда заниматься спортом. Умные не ешь кит-кот! Они способны развивать скорость до 100 километров в час, ориентироваться на местности, строить маршрут и возвращаться домой за тысячи километров. Все это о спортивных голубях. Леонид Бойко воспитывает спортсменов на протяжении 50 лет. С птицами тренер связан, что называется, с самого рождения. Отец копал, она доставала глину и оттуда ведрами высыпал, потом вывозили на улицу. Но тогда мама уже была беременна, на девятом месяце, и у нее начали схватки возле этой голубятии. И я родился. Ну, какой там роддом деревни, сами понимаете. Будущих чемпионов готовят к соревнованиям с юного возраста. Птица должна изучить карту местности и запомнить маршрут. Это совсем молодые голуби. Им несколько месяцев, но они уже успели поучаствовать в соревнованиях и преодолели 200 километров. Для этого их сначала учат преодолевать короткие дистанции. Леонид выпускал своих подопечных в Белогорске, а это всего 50 километров от дома. Запомнили, где их дом находили. Научились находить свой дом. И поняли, что от них требуется, когда их начинают возить. То есть, что они без посадки должны вернуться домой. с любого расстояния, откуда бы они должны стремиться домой. После боевого крещения пернатых спортсменов отправляют в путешествие через пролив. В прицепах их доставляют в Казань, Краснодар и другие города России. Откуда отправляют за тысячи километров домой. И они всегда находят дорогу. Ведь голуби ориентируются на местности и выстраивают маршрут лучше, чем GPS-навигаторы. В 7 часов утра голубеводы Казани выпустили эту голубку. Вся семья переживала. Ну, потому что путь далекий, соревнований еще не было, никакой подготовки. Но все-таки уверенность была, она оправдала ожидания. Когда 29 числа сын зашел сюда в питомник и увидел ее, схватил, естественно, вот она, голубица наша красавица. Каждая голубятня оборудована электронной системой регистрации, которая фиксирует время прибытия конкретной птицы. Благодаря этому знают, кто и когда вернулся с соревнований. Отсюда данные поступают на обработку в судейскую коллегию. У каждого голубя есть чип. Когда птица возвращается с соревнований, антенна, которая находится в вольере питомника, фиксирует время возвращения птицы. А специальный компьютер считывает с кольца год рождения, номер паспорта и государства. На пути пернатых много препятствий. Ветер, дождь, голод, жажда, высоковольтные линии электропередачи, хищные птицы. Их выносливости и целеустремленности можно только позавидовать. И когда он выпущен за сотни километров, он стремится к своей самке сюда домой. Это как бы мотивация этого спортивного голубя. Сегодня в питомнике Леонида Бойко более 500 подопечных. Сейчас у них межсоревновательный период. Птицы готовятся к чемпионату по голубиному спорту, который в мае соберет в Татарстане пернатых участников со всей страны. Для того, чтобы спортсмены смогли преодолеть дистанцию Казань-Трудовое, а это более 2000 километров, им необходимо усиленное питание и ежедневные тренировки. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. И еще раз хотелось бы выразить благодарность компании Фавила, которая предоставила нам эту мебель, а также сказать спасибо директору Академии архитектуры и строительства за предоставленный нам зимний сад, за те декорации, в которых мы находимся. К сожалению, мы вынуждены прощаться, потому что время не ждет и мы с вами встретимся совсем скоро, завтра, будем вновь рассказывать о самом интересном и актуальном и надеемся, что сделаем день, который наступит завтра добрым и светлым. Ну а пока мы с вами прощаемся, но ненадолго. Всем пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова